Мур, привет, друг! Это Зверько, и новостной выпуск, который хочется порой переименовать лучше поздно, чем никогда. Итак, патч 1.5.64. Какие же изменения героев нас ждут? Глу, герои на тестном сервере. Исправили баг двойной активации ульты, и то, что урон башни переносился на захваченную цель, поскольку это чительство какое-то. В пассивке исправили накопление стаков у героев с умунитетом к замедлению. В том плане, что счетчик сохраняется независимо от игнорирования замедления. Ранее он сбрасывался. Ульта. Увеличили продолжительность езды на чужом герое с 6 до 9 секунд. Перезарядка первого и второго навыка сокращаются вдвое при прикреплении к врагу. Также стаки пассивки на героя не исчезают после отделения Глу. Наталья. В очередной раз перерабатывают Наталью с целью изменения принципа молчанки и усиления Натальи в поздней игре. Атрибуты. Увеличили прирост здоровья. Было 154, будет 154. Пассивка. Заряженная атака теперь помечает врага. И лишь повторная заряженная атака накладывает молчание на цель. Получается, драться Наталье придется или рядом с кустами, или активнее использовать ульту. Базовый урон заряженного удара уменьшили. Было 350, будет 250. А вот физический бонус увеличили. С 90% до 120%. Тем самым передвинув урон Натальи в среднюю и позднюю игру. Немного увеличили время молчанки. Честно сказать, у меня кончили шутки про дурной отдел баланса. Сколько можно кочевряжить одну и ту же Наталью? Эстес. Первый навык. Увеличили мгновенное исцеление. Также увеличили бонусы от связи с союзниками. Теперь, когда эстес кого-то лечит, сам эстес получает 20% физического бонуса. И 10% магического бонуса за каждого союзника. Таким образом, разрабы подтягивают его боевую способность. А теперь настало время представить нашего традиционного спонсора. Codashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Codashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard. Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Выбираешь нужное количество алмазов. И оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Также Мунтон и Codashop организовали совместный ивент. За пополнение на любую сумму участники получают шанс выиграть постоянный облик. Акция продлится до 1 апреля. И каждую неделю будет новый призовой облик. А теперь возвращаемся к ролику. На тестовый вышел новый герой-боец. Фовиус. Тень ужаса. Вот он тут же мне напомнил Феохла. Смертная тень. Из сериала Спартак. Даже двигается так же. Этот здоровенный мужик таскает с собой магический шар по имени Сита. Анимация атаки на этот раз не фонтан. Но может еще ее переделают. Пассивка. Когда враг прыгает или телепортируется на расстоянии 10 корпусов от Фовия, его умения в перезарядке сокращают свою перезарядку на 1 секунду. То есть, вот у тебя до перезарядки навыка 7 секунд. Кто-то из врагов рядом прыгнул и тут же стало 6 секунд. Казалось бы мелочь, но если ты играешь против Хайбусы, Ван-Ван, Алукарда и подобных им, у тебя будет КД сокращаться с дичайшей скоростью. Первый навык. Удар шаром перед собой. Провоцирует урон по площади, ускоряет себя и замедляет врагов. Противники, попавшие под удар, производят волну ужаса. И Фовиус, как собака, учуявшая страх, накладывает на себя щит. Когда коснется этой волны. Да, не совсем собака, конечно, получается. Если он касается нескольких волн, то щиты не складываются, как у Эсмеральды, а обновляются до полного. Навык может стакать свои заряды до трех раз. Второй навык. Фовиус открывает свой фиолетовый глаз. Блин, похоже, деградация от Rainbow Six это была не шутка. А в общем, на выбранной территории появляется глаз, который замедлит вступивших на него врагов. А через секунду притянет к своему зрачку, нанося урон. Не знаю, баг это или фича, но система считает такое перемещение за блинк и сокращает перезарядку Фовиусу. А также активирует ульту. А вот ульта у него имба. Если противник блинканется рядом или прыгнет, на него весится метка и активируется ульта Фовиуса. Нажав ульту, сам Фовиус переносится к прыгуну и наносит мощный удар. Такой телепорт с ударом он может повторять в течение 10 секунд, как каждому прыгнувшему. Поскольку у нас в игре, в мете прыгающие герои, этот персонаж до полного занерфления будет сидеть в бане. По ощущениям, при должной внимательности играть за него совершенно не сложно, а навыки имбовые. Скорее всего он пройдет путем линга. На выходе мощная тварь, а потом череда нерфов и становится героем для любителей, как например для меня Виксана. На этом все. Если тебе понравилось видео, не забудь подписаться и прожать колокол, сделав его серым. На канале недавно вышло видео, объясняющее назначение брони в нашей игре. Удачных боев, друг! И смотри по сторонам, когда переходишь дорогу, а то точно пропустишь следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok